Сессии, экзамены, защита дипломов. У студентов сейчас поистине горячая пора. В сельскохозяйственной академии тоже кипят страсти. Правда, связаны они далеко не с учебным процессом. В данную минуту за этими дверьми решается судьба одного из ведущих вузов республики, сельскохозяйственной академии. Выбирают того, кто встанет во главе этого учебного заведения. Возникла такая необходимость после громкой отставки предыдущего ректора Николая Васильева. Идут выборы, судя по всему, в обстановке строгой секретности. Несмотря на многочисленные обращения к представителям академии, нашу съемочную группу внутрь так и не пустили. Несмотря на закон о СМИ, журналистам вход был строго запрещен. Впрочем, двери оказались закрытыми не только для прессы. Попасть в академию не смогли даже те, кто к выборам имеет самое прямое отношение. Вероятно, допустили до избирательного процесса только избранных. По каким критериям руководство ВУЗа, кстати, во главе с одним из кандидатов на избираемую должность, определяло тех, кто имеет право участвовать или хотя бы наблюдать за процессом, неизвестно. Ясно одно – это не нормы закона. Так, к примеру, попасть на голосование не смог наблюдатель от одного из кандидатов. Его не пустили в здание, несмотря на официальное направление, составленное согласно федеральному закону об основных гарантиях избирательных прав граждан и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Мы просили в случае отрицательного решения дать обоснованный мотивированный отказ в письменной форме до 15 часов 20 июня этого года с тем, чтобы мы могли опротестовать их решение. К сожалению, они нам не ответили. И сегодня Галина Александровна Емельянова, председатель комиссии по выборам ректора Академии, заявила мне, что меня не пустят. Оказался за бортом и бывший ректор Николай Васильев. Это его отставку. В декабре прошлого года студенты встретили митингом протеста. Тогда студенческие пикеты не помогли. Как сообщает российская газета, Васильева сняли с должности с формулировкой «за неэффективность». Но сегодня неэффективными оказались попытки экс-ректора попасть в здание. Я тоже являюсь сотрудником кафедры 0,25 ставки. Я тоже имею право, доступ в Академию, для того чтобы посмотреть, кого же мы выбираем ректор Академии. И непонятным причинам Министерства России во главе, наш учредитель нашей Академии Министерства России, прибыла большая делегация. Вместе с ними приехала, так видим, охрана Министерства России, и она не допускает никого здесь. То есть это как получается сотрудники, вот посмотрите, снимите, сколько здесь сотрудников, которых не пускают на выбор ректора. С такой серьезной охраной неприступная крепость не покорилась даже сотрудникам полиции. Кстати, больше всего пострадали от секретности сегодняшней процедуры те, о ком руководство вуза должно заботиться в первую очередь – студенты и педагоги. У нас горячая пора защиты дипломных работ. И каждый день на счету. И сегодня целый день пропал, целый день подготовки студентов, встреч с дипломниками пропал по непонятной причине. У нас консультация, завтра защищаем дипломную работу. Так по плану защита, предзащита, нужно готовиться, а мы стоим тут. Голосование так и прошло за закрытыми дверьми. Спустя несколько часов их все же отворили. Правда, лишь для того, чтобы выпустить участников в голосование. Впрочем, и они были немногословны. Обычно я выбираю реактора больше ничего особенного. Я студент, и мне главное, чтобы было развитие академии. Прошло спокойно, но нечестно. А что в чем было нечестно? Это личное мое мнение. Итог у руля остается Людмила Линник. В ближайшее время из ее должности исчезнет приставка ИО. О будущем вуза, в котором работа нового ректора, кстати, юристы по образованию, начинаются с нарушения федерального законодательства, остается только догадываться. Ольга Пыречкина, Николай Яковлев, Евгений Анисимов. Республика.